Здравствуйте, дамы и господа! Итак, случилось неожиданное, по крайней мере для меня. Я хоть и призывал извиниться, но это было скорее троллением. А Юра извинился, и хочет, чтобы я убрал все хейт-видео про него. Похоже, он потерял где-то свою губу закатывательную машинку. Но давайте сперва разберемся с извинениями. Они вышли несколько жидковатыми и расплывчатыми, к тому же, очевидно, сделаны не по велению сердца, а под гнетом общественного давления, но все же. Хорошо, господа, смотрите, я прошу прощения у тех, кого реально вдруг задел какими-то вот этими своими критическими высказываниями в адрес гитаристов. Тем более, эта ситуация с Лайх, она тоже, ну, как бы не очень приятная. Юра попросил прощения у всех, кого задела его так называемая критика. Но задели то не критические высказывания, а подача, сравнение игры с физиологическими процессами и жидкостями, обсуждение того, кто что сочинил, попытки принизить заслуги музыканта, обсуждение личностных качеств, что не имеет к игре на гитаре никакого отношения. Так что извинения немного не за то. Опять какая-то словесная изворотливость. Посмотрим дальше. Господа, давайте сделаем так. То есть, все, давайте вот остановимся. Я уберу все умеетли, которые с плохими гитаристами были. То есть, я ставлю только сильные, средние, новые, с плохими я больше не снимаю. Я очень постараюсь, конечно, может на автомате вылететь, но я постараюсь не упоминать там Хэммитов, Слейш и так далее. Реально доело. Поэтому давайте остановимся. Я делаю со своей стороны первый шаг. Убираю эти видосы, все закрываю. Прошу прощения у тех, кого реально эти все вещи критические задели. А вы в свою очередь убирайте свои хейт-видео, убирайте бесконечно свою эту бессмысленную отлаку дизлайками. На меня, на магазины, на каких-то друзей моих и так далее. На музыкантов, на которые там, допустим, про меня что-то хорошее сказали. Давайте реально закончим. Атаки дизлайками, как и прочее, были вовсе не бессмысленными. Не об этом ли говорит само наличие этого извинения? Все, в общем, всем мира, добра, позитива. И, в общем, оставайтесь людьми, старайтесь со своими этими хейт-атаками, видосами прекратить. Я говорю, что с моей стороны разжигание вот эти вот все закончились. Давление на Юру дало свои результаты. Он в последнее время и так стал вести себя гораздо приличнее. Хотя, в целом, как-то без огня. Неужели энергию он может генерировать только в ситуации какого-то конфликта, провокации? А теперь вот, присмиревший Юра выдал официальное извинение. Кроме того, упомянута была даже фанера. Многие, наверное, спросят по поводу пахлавы еще, касательно пахлавы. Да, господа, то есть у меня там был вставлен кусок из того же тейка. То есть это не какая-то такая прям фанера, да, когда там взял и наредактировал, руками намахал в холостую. Нет, я играл, но что-то там где-то не помню, что-то было не так, и поэтому мне пришлось передвинуть. Ошибка, конечно, ошибка. Что я это сразу начал отпираться, говорить типа нет-нет-нет, да, ошибка. Но потому что, ну, реально, опять же, этот имидж, его мне постоянно надо поддерживать, да, что я такой весь непоколебимый, суперубойный, всегда играющий. Но это очень тяжело, поэтому, как бы, ну, вот, собственно говоря, на стримах увидели, да, что я могу и очень круто сыграть, могу и слабо сыграть, всякое бывает. Ну, в общем, вот такой вот тоже косяк был, как говорится, простите. Ну, опять же, почему сказал только про Пахлаву? Ведь доказано еще три эпизода таких же вклеек. Ну, раз извиняешься за свои вклейки, то почему лишь на четверть? И выходит какое-то безадресное извинение. А ведь если развить эту тему, то получается, опарин был прав. А ты много раз говорил, что опарин распространил клевету. И за это ты страйкал его видео, а теперь говоришь, что клеветы не было. Стало быть, это ты его оклеветал. Но позже он воздаст тебе тем же. Извиниться можно было бы и конкретно перед подписчиками. Я, как бывший подписчик, оценил бы это. Ведь об сиране звезд меня не сильно волнует. А вот обман гитарной семьи, частью которой я когда-то был. Это нехорошо. Будь ты честен со своими подписчиками, то моего канала не появилось бы. А целью канала с самого начала было именно противостояние тебе и давление на тебя любыми способами. Ну да ладно, я не хочу сейчас сделать длинное видео и развивать эту тему. Извинения, мы посмотрели. Просьбу убрать хотя бы несколько видео я получил. И давайте, короче, просто эту штуку перешагнем, которая была в прошлом за эти годы там все и так далее. И давайте... Ребята, давайте жить дружно. Хорошо. Я пойду навстречу и скрою несколько видео, допустим, о покойном Лайха. Пусть покоится с миром и еще что-нибудь. Про умеет ли, например, совершим обмен. Я надеюсь, ты на самом деле скрыл видео. Я не проверял. Ведь как известно... Мы узкие, не обманываем друг друга. Что хотелось бы сказать в завершении. Извинения Юры не произвели на меня особого впечатления. Но в любом случае хорошо, что он извинился и закрыл видео. Тем самым немного понизив уровень токсичности нашего гитарного пространства. Просто реально вот как бы надоело. Я считаю, что пришло время извиниться и я это делаю. Также он убрал у себя в паблике ссылку на мой скрытый ролик про опарина. Полагаю, теперь он не будет уговаривать меня открыть этот ролик. Кроме этого в небольшой личной беседе. А может правильно будет назвать это переговоры? А может... Исповедь. Юра сказал, что намерен серьезно постараться измениться и уйти от образа скандального, ненавидимого многими персонажа. Что этот образ и ему самому надоел. Лично я буду наблюдать. Может Юра и вправду поменяется. А может чуть позже с новыми силами на сцену. То есть диван вернется отдохнувший колорифер. Ну и что касается моего канала. Основная масса видео никуда не уходит. Это было бы слишком просто. Да и в них вложена душа. Они мне дороги. Я продолжу по возможности следить за делами в нашем террариуме и делать смешные видео. Смешное видео ведь не значит хейт видео. Присадить Саню Блинова на новую модель газонокосилки и Юрца заставить исполнять Владимирский Централ вонофилом. Это же милое дело. На этом все. Друзья, пишите в комменты, что думаете по поводу этих извинений. Всех благ и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok